Приветствую вас, но вы сказали так тоже, фобия. Фобия, знаете, это очень тяжелое расстройство, которое мешает человеку постоянно на протяжении всей его жизни и не позволяет ему нормально, спокойно жить и заниматься какими-либо делами. А я не думаю, что у вас фобия. Да, вы боитесь позвонить партнеру первой, но то, что вы боитесь, это обычный страх. И он продиктован рядом возможных причин. Первая и основная причина, которая опосредует, как правило, подобные вещи, если я имею в виду подобные страхи, то есть необходимо понять для себя, что стоит за вашим страхом, как или иначе. Если это страх отказа, то, соответственно, поймем сразу вопрос, а почему вы проектируете этот отказ на себя? Да, да? То есть, почему вы считаете, что именно вот в вас дел? Почему вы считаете, что мужчина отказал вам именно потому, что вы, например, плохая или недостойная или что-то еще? То есть, вы проектируете на себя то, что человек вам отказывает. И, как правило, как правило, проектируете вы на себя это потому, что не уверены в себе. Вот именно отсутствие уверенности в себе и заставляет вас бояться отказа. Потому что вы как бы вынуждены, позвонив парню первой, проявить себя, проявить свою активность. И тем самым испытать свою уверенность в себе и то, как вы себя принимаете, а если у вас это проблема, то, естественно, вы не хотите показаться себе несостоятельной или не хотите почувствовать себя униженной, там, отвергнутой и так далее, и так далее, и так далее. И еще какой-нибудь термин придумаете, если хотите. Соответственно, в этом случае можно говорить о том, что вам необходимо работать над уверенностью в себе. То есть, надо повышать повышением самооценки, надо уверенностью в себе, личным саморазком, самоутверждением за счет своих собственных действий. Анализы о своих положительных и отрицательных сторон и качествах. И вот это все является очень важным. И вам в любом случае это нужно делать. Следующая причина Развечается в том, что когда-то вам уже человек отказал. Ну, то есть, когда-то вы вот так, вот, звонили первой, и... Либо вам парень ответил как-то агрессивно и зло, либо отказал, либо как-то унизу, и теперь вы боитесь повторения этой ситуации. В этом случае имеет место быть комплекс, значит, цепной комплекс, то есть, через линейное, да, через линейное повторение, вот, событий в определенной последовательности. И, соответственно, каждое из событий уже заставляет вас испытывать определенные чувства. Как правильно вам сказал коллега, не так страстное событие, сколько страстная реакция на него. И в этом случае нужно разобрать, что есть этот комплекс. То есть, по сути дела, между цепочками событий, между цепками событий, между звеньями событий точнее, у вас есть причинно-следственные связи. И эти причинно-следственные связи справедливы только для вас. Обусловлены они вашими переживаниями. И, соответственно, чтобы помочь вам здесь, ну и наработать причинно-следственные связи так, чтобы вы увидели, что их нет. Что это только ваше воображение допускает их со словами. И все. По сути дела, здесь два основных момента. Это момент противоречия. То есть, по сути дела, становление человека перед конфликтом. То, что он видит, идет перед на самом деле. И плюс пережитие той ситуации, переживание, повторное переживание той ситуации, в которой человек оказался. То есть, вы и тогда. Что вы можете сделать уже сейчас? Вы можете сделать следующее. Представьте себе, что вы позвонили парню, и случилось вот самое страшное, что только может случиться. Он вам, ну или отказал, или опять вас оскорбил. И продумайте, продумайте до мелочей, что вы будете делать в этом случае. Что вы будете делать в этой ситуации. Как вы будете делать в этой ситуации. Чтобы вы были готовы к этому. Далее. Предположим, что вы все же определились с тем, чего вы боитесь. Понимаете, любая работа, как бы вы ее не выполняли, и как бы успешно вы не работали с психологом, не исключает того, что при реальном сопровождении с ситуацией, у вас будет появляться мандраж. И этим мандражем нужно будет как бы справляться, потому что это именно то самое, это именно то, 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 то самое, то самое проявление цепного характера комплекса, который у вас есть. И чтобы причинно-следственные связи исчезли, нужно совершить шаг. Обновной. Первый и главный шаг навстречу своему страху. Если вы знаете, чего вы боитесь. Если вы теперь представляете, примерно что за этим стоит, проводите определенную работу над собой, чтобы это было менее для вас значимо, то вам легче будет тогда спросить себя. Ну хорошо, а вот случилось ли то, чего я боюсь? Произошло ли то, чего я опасаюсь? Если нет, то все в порядке, можно жить дальше, можно действовать дальше. Чем чаще вы будете задавать себе этот вопрос, тем меньше вас будет беспокоить страх. Далее, предположим, что все-таки случилось то, чего вы боитесь. Предположим, что произошло это событие, и кажется, что все, это что-то страшное, и так далее. В этот момент важно также задавать себе один вопрос. Как ли страшно, что там и произошло? Так ли страшно то, что случилось? Каков реальный ущерб? Того, что произошло? Влияет ли это конкретно на меня? Если да, то как? Вот этот вопрос вы будете задавать себе в том случае, если все-таки произойдет то, что случилось. И страх уйдет. Останется только понимание негативных последствий, с которыми вы сможете что-то сделать. Но страха, как такового, уже не будет. Ну и, наконец, последнее. Являясь защитной функцией сознания и, по сути дела, инстинктом, страхнуть. Без страха вы не подберегаете себя серьезно опаздываться. Страх стоит потребность. Но эту потребность нужно правильно удовлетворять. И в данном случае, определить причину вашего страха, определив причину вашего страха, можно будет сделать вывод о том, чем вы нуждаетесь и работаете в этом направлении. Страх, как бы, показывать вам слабые места, и вы можете из этих слабых мест сделать сильное. Главное, что бы вы этого хотели, что бы вы готовы были работать над собой, и тогда успех незамедленно появится. На этом все. Надеюсь, что мой ответ помог вам. Если какие-то вопросы у вас дополнительно оставить, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.